Добрый день! В эфире «Фабрика Грёз». 21 января народному артисту России кумиру миллионов зрителей Дмитрию Харатьяну исполнилось 60 лет. Я предлагаю вспомнить все самые лучшие роли любимого артиста. Есть в творческой биографии Дмитрия Харатьяна одна роль, которая, по мнению многих критиков и зрителей, является вершиной его творчества. Не по мастерству, профессионализму или уровню сложности, а по искренности, эмоциональности, глубине проникновения в образ. Я говорю о Володе Патрикееве в приключенческом фильме Александра Павловского «Зелёный фургон». Поймите бы, произошла революция. Понимаю. А что такое революция? Это когда бедные прогоняют богатых, понимаете? Грабить-то декого будет. Так я говорю. Ну, можно и так. А, понял. Богатых прогнали. Да. А кто же останется? Одни бедные? Ну, ладно, ладно, помолчите. Это уже похоже на буржуазную пропаганду. Одно я знал наверняка. Гибель преступного мира неизбежна. Попробовав себя в режиссуре на съёмках телесериала «Место встречи изменить нельзя», Владимир Высоцкий загорелся идеей экранизировать приключенческую повесть «Зелёный фургон». Фильм включили в план, но тех двух лет, пока оформлялись и визировались документы и сметы, у Владимира Семёновича уже не было. И после бесчисленных совещаний и пленумов на проект был поставлен не очень стремившийся к этому Александр Павловский, сотворивший в итоге свою лучшую картину. Вот, Патрикеев, обрати внимание на этот уезд. Ага. Значит, Франция, Бельгия и Голландия взяты вместе по проценту самогоноварения. Вот этим ты и займёшься. Вникай, тянуть с этим нельзя, так что сегодня и поедешь. Как? Что как? Как? А как же настоящие преступники-то? Патрикеев, ты же образованный человек. Страна, революция пухнет от голода, а эти перегоняют картошку и зерно на самогон. Как же не настоящие, а? Именно Александр Павловский пригласил Дмитрия Харатьяна на роль Володи Патрикеева. Ем нужен был наивный, открытый юноша с горящими глазами. Режиссёр вспомнил, что видел такого в картине Владимира Меньшова розыгрыша. Он, дымлядь! Бачите сколько, вот он и е! Помните, Крищенко, в Евгении Онегине, в первом акте? Ой, товарищ начальник, да на шо нам-то я? Мы можем и без акта реквизировать. Мы ж свои люди. Я не про это. А что? Вы в обере бывали когда-нибудь? Ну, конечно, бывал. У самого начапорота был. Це ж наше непосредственное начальство. Чего ж мене там не бить? Да нет, я не про это. В театре я имею в виду. Чайковский. Помните, Евгений Онегин. Там тоже варенье варят в первом акте. А, ну да. Варенье. Да чистишь таки. Як слёза. Вот дивите, дивите зараз. Значит так. О, у Неприянка из кукурузы. Так. У фердоколониста, он, 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 левее, где даривают особенно. Он там. У них сахар, ну, то таке. А он там слева, у Лосачихи, то пшеничная. А он у Сковородины заможника, то вообще никогда не добила. А теперь дымить, бачите? Вы что, ну какое же может быть варенье из пшеницы и из кукурузы? Так вот и я скажу, какое. Пробовать надо. Конечно, пробовать. Так. Они что же, самогон варят? Ну, товарищ, ну, товарищ начальник, да я же вам и говорю, и говорю, и говорю вам, что вещественное доказательство, вон, один, два, три. Ну так что, может, почипаем трошки. Дмитрий Харатьян создал образ энергичного, умного, пусть по молодости и наивного паренька, которого начальник оперативного отдела уголовного розыска Одессы, сокращенно на ЧПРОД, назначает старшим оперативником в селе Севериновка. Судьба дала Володе возможность проявить свои аналитические способности, и он использует ее по максимуму, изо всех сил пытаясь казаться сильным и опытным следователем. Дмитрий Харатьян точно уловил Володина упоение новой, ответственной жизнью, возможностью командовать и делать, как ему кажется, глубокомысленные выводы, которым вроде бы прислушиваются люди старше его. Сыгранная это актером с абсолютной, быть может, даже несколько преувеличенной серьезностью, но при этом с чудесной юмористической ноткой, что так необходима хорошей комедии. Впоследствии критики назовут эту роль блистательной. Альбомы старых фотографий, Странички детских дневников, Обрывки судеб биографий, Где дружба, ненависть, любовь, Вполне возможно, завтра некто Над ними дело наземнет Довольно миленькая река Довольно миленькая река А это был двадцатый год Двадцатый год Двадцатый год В зеленом фургоне Дмитрий Харатьян Впервые запел с экрана И тоже благодаря Александру Павловскому, Который настоял, чтобы все песни Максима Дунаевского Дмитрий исполнил сам, А не Леонтьев и Градский, Как предполагалось ранее. Чтобы прочувствовать образ Володи Патрикеева, Надо понимать, кто стоял За этим романтиком опера. Поэтому сегодня я предлагаю Поговорить о создании Самой повести «Зеленый фургон». Пережив за три года Смену четырнадцати властей, Одесситы с трудом привыкли к мысли, Что в губернии пора наводить порядок. У одесской губчика Роги не доходили до мелких уголовных элементов, Потому что она была занята Ликвидацией остатков банд И белогвардейского подполья. Для борьбы с уголовщиной Была создана народная милиция, Куда пришли люди честные, Храбрые, Но пока еще не очень умелые В новом для них деле. Достижения начальника Северинского угрозыска Володи Патрикеева Были пока поскромнее, Чем у его знаменитого коллеги Сыщиком мистера Шерлок Холмса. И все же начало было положено. Неожиданно для всех Ему удалось поймать Знаменитого конокрада красавчика, Похитившего «Зеленый фургон». Повесть «Зеленый фургон» О жизни послереволюционной Одессы Стала одним из самых популярных Произведений советской литературы 30-х годов. За первые пять лет Она переиздавалась трижды. Книга выдержала испытания временем, Оставаясь востребованной Несколькими поколениями читателей. Повесть была дважды экранизирована, Благодаря чему На постсоветском пространстве Почти нет людей, которые хотя бы раз Не слышали о выдаче самогона Во временное пользование. А вы вообще-то, Грищенко, Понимаете, в чем конечный смысл Работы уголовного розыска? Вот в чем ваша задача? Нет, по-вашему, получается, Что все действия уголовного розыска Сводятся к добыванию Вещественных доказательств? Да? Да ну шо вы, боже упаси! Ну я понимаю, что надо и протоколы составлять, И след преступника искать, Ну и, конечно, Вещественные доказательства. Ага, Вещественные доказательства. Чтоб потом раздавать их во временное пользование. Ну а в Якеш Все в этом мире временное. Да поймите вы, Грищенко, И родня своей передайте, Что вещественные доказательства Вообще лишены свойств обычных предметов. Их нельзя ни продавать, ни покупать, Ни тем более отчуждать во временное пользование! Имя автора «Зеленого фургона» Не так известно, как само произведение. История о приключении Гимназиста Володи Патрикеева Иконокрада Красавчика Осталась единственной повестью Александра Казачинского. Сюжет легшего с нового повести Писатель взял из собственной биографии Биографии своего лучшего друга Евгения Катаева, Который под псевдонимом Петров Совместно с Ильфом Написал бессмертные романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Александр Казачинский Родился в семье дворянина Владимира Александровича Казачинского И его жены, Московской мещанки Клавдии Константиновной. Родные и друзья семьи Сразу обратили внимание на то, Что новорожденный был наделен Поразительной внешней красотой. Впоследствии Саша Казачинский Благодаря внешним данным Будет пользоваться невероятным успехом У женщин. Учился Александр в лучшем Учебном заведении Одессы Пятой классической мужской гимназии. За одной партой Саши Сидел Женя Катаев. У мальчишек оказались общие интересы И они очень быстро подружились. Спустя некоторое время, Порезав пальцы специально припасенным Стеклышком, они перемешали капельки крови. Таким образом, по старинному обычаю, Мальчишки стали кровными братьями. В гимназии не было более Неразлучной парочки, чем Саша и Женя. Они были рядом друг с другом Практически всегда, во всех Состязаниях и шалостях. Вместе увлеклись футболом. В 1917 году, после революции, Саше Казачинскому, окончившему Седьмой класс, пришлось уйти из гимназии, Чтобы содержать семью. Преподаватели были в ужасе. Саша считался одним из самых Талантливых учеников с несомненной Склонностью к литературе. Но жизнь вокруг диктовала свои условия. Даже с лучшим другом Женей Саша перестал общаться. Революция и гражданская война Прибавили забот и хлопот обоим. А затем они и вовсе оказались В разных государствах. Картина с юмором, описанная Впоследствии в «Зеленом фургоне», Была совершенно реальной. Одесса была поделена между разными Политическими силами. Район, где жили Казачинские, Контролировали деникинцы. А Катаевы оказались под властью петлюровцев. Попасть из одной части Одессы В другую было большой проблемой. Первым попытался исправить ошибку Петлюровский офицер. Представитель союзного командования Тоже внес свой вклад В ликвидацию конфликта. Две оплеухи, полученные профессором филологии На исходе исторической эпохи, Заставили его сильно качнуться влево. Творческая натура Казачинский Искал себя в разных амплуа, Мечтая то о судьбе морехода, То о карьере детектива, Подобно Шарелку Холмсу. А еще он обожал футбол И вскоре стал вратарем В команде «Черное море». Очень скоро в Одессе О нем заговорили, Как о весьма одаренном футболисте. Когда-то Красавчик был галкипером В команде «Черное море». Сверепая слава черноморцев, Добытая именно заре футбола В боях с командами английских моряков, Устрашала одесских футболистов. Никто из цивилизованных команд Одессы Не решался ставить на карту Спортивное счастье, А может быть и здоровье В игре против черноморцев. С приходом красных в Одессу Саша стал инспектором уголовного розыска. Вскоре новоявленный сыщик Раскрыл дело налетчика бенгальского, Чем обратил на себя внимание Как начальство, так и завистников. В послереволюционной одесской милиции Работали, мягко говоря, разные люди. Наряду с романтиками Подобными Саши были и те, Кто, пользуясь случаем, Занимался личным обогащением. Конфликты с сослуживцами Привели к тому, что Казачинский По доносу коллег оказался под следствием. И тогда Саша сделал новый Крутой поворот в своей биографии. Вместе с бывшим дезертиром, Немецким колонистом Георгием Фетчем, Которого инспектор спас от тюрьмы, Казачинский похитил фургон с зерном, Привезенный в качестве взятки Начальнику отдела милиции. Фургон, с которого началась Преступная карьера Саши Казачинского, Был зеленого цвета С двумя розочками на борту. Девица! Голево глянь! Стой! 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 Кришенко! Да это же красавчик, Что я не знаю, Вин до Одессы подался. То есть, как красавчик? Ну, это же той хлопчиня, Який нам помогал комиксу. Так вот, той же и красавчик. Гришенко, ну что ж вы раньше-то не сказали? А что? Да ну? Ну что, его надо было арестовать, По крайней мере, в лицо запомнить? Так на что его арестуют? Он же еще ничего не сделал. Ну, а вы что, я вот тут козная собака знаю, так что... Подельники стали сколачивать банду для совершения грабежей и налетов. Помимо уголовников, к банде примкнули бывшие офицеры-белогвардейцы, Во главе с полковником Геннадием Орловым. Встречившись с Козачинским, полковник оценил его ум и способности, И предложил Саше для начала стать правой рукой при лидере банды, Которым стал сам Орлов. Первым делом банды стал налет на поезд, План которого разработал Козачинский. Все прошло идеально, И уважение к Саше в банде стало стремительно расти. Налет за налетом проходили успешно, В соответствии с планами Козачинского. И вскоре полковник Орлов добровольно уступил ему лидерство в банде. Скрывались разбойники в немецком селе, Где грабителям и их юному лидеру симпатизировали все местные жители. Женщины же и вовсе были без ума от благородного красавчика, Превратившегося в одесского Робин Гуда. Так... Ой, это карточка мне знакома. Да? Точно, вот это вот, вот это команда Черное море, А это наша, Гуаде Амос. Ну, правильно. Вот, а вот это я! Точно, это я! Ага, ну, поздравляю. Так вот, дед среди вас, вернее, среди них, Известный вор Конократ. Кличка Красавчик. Не слыхал? Нет, не слыхал. Деятельность неуловимой банды страшно раздражала власти. Последней каплей стал налет на ветеринарный лазарет, В ходе которого был угнан табул лошадей. Нападению предшествовало ироническое предупреждение, Присланное в штаб. Комиссия по разгрому несчастных частей 51-й дивизии Постановила всех хороших лошадей, Где только последние отыщутся, Изъять и копии актов оставить для красноармейской сволочи. На банду началась охота. Агенты сообщили, что бандиты собираются сбывать лошадей в Одессе, На Староконном рынке. В день, когда Казачинский с подельниками Пригнали лошадей на рынок, их ждала засада. Вырвавшись из зацепления, Саша побежал дворами И спрятался на чердаке одного из домов. Следовав за ним, на чердак ворвался сотрудник уголовного розыска. Казачинский поднял пистолет и направил на милиционера. Но в то же мгновение узнал его. Это был Женя Катай. Слушай, у тебя хорошие связи в преступном мире, а? К тому времени выпускник гимназии Евгений Катаев Уже более двух лет служил инспектором Одесского уголовного розыска. Привыкши за это время ко всему, он, однако, никак не ожидал, Преследуя главаря банды, встретить своего лучшего друга. Если бы Саша Казачинский был закоренелым преступником, То он бы выстрелил без раздумий. Но он был молодым парнем, которому не было и двадцати лет, Плывущим по волнам лихого послереволюционного времени. Поэтому, опустив пистолет, он сдался своему другу. Красавчик! О! Прошу отметить в протоколе этот... Манлихер! Ну, а ты! И что красавчик никаких мокрых дел не имел, Имя тех не жмает. И бык тоже. Так, Манлихер я вам отмечу, поскольку факт имеет место. А вот ваш побег... Да это же не мой побег, это ваш побег. Приставили конвоира бабы, хотели, чтобы я не сбежал. А фургон кто угнал? Да, кто угнал фургон? Да это же я, чтобы предупредить, чтобы на ставки не ходили. Мы же теперь с тобой начальник повязаны. Куда ты, туда и я. Куда я, туда и ты. Не веришь? Хочешь, я сейчас уйду и вернусь обратно. Хочешь? Суд над бандой Казачинского состоялся в августе 1923 года. Через несколько дней Саша должен был отметить свое 20-летие. Однако материалы дела и настрой прокурора говорили о том, что до юбилея Казачинский может и не дожить. Все шло к смертному приговору. Процесс производил странное впечатление. Главарь банды, почти мальчишка, о своих деяниях рассказывал хорошим литературным языком, с юмором. На суд в качестве свидетельниц пришло много женщин, которые готовы были взять всю ответственность на себя, рыдали и умоляли пощадить Сашеньку. Несмотря на это, суд вынес самым активным членам банды, включая Александра Казачинского, смертный приговор. Но Евгений Катаев не оставил друга. Поставив на кон весь свой авторитет, заработанный в милиции, он добился пересмотра приговора и его значительного смягчения. Правда, на этом карьера Евгения в милиции закончилась. Начало 20-х годов было временем радикальных решений. Саша Казачинский в конце лета 25-го года, едва избежавший расстрела, был освобожден по амнистии. Выйдя на свободу, красавчик на самом деле завязал с преступностью. Казачинский переехал в Москву, где все тот же Катаев помог ему устроиться на работу в газету журналистов, в которой он печатался под псевдонимом Петров. Катаев даже псевдонимом с ним поделился. То, что произошло, никого удивить не может. Это были трудные годы. Иные сбили с пути, других швыряло из стороны в сторону. Но каждый, кто захотел, в конце концов нашел свое место в жизни. И как только у советской власти освободились руки, она помогла им. Володя и Красавчик были благодарны друг другу. Володя за то, что Красавчик вовремя вернулся, а Красавчик за то, что Володя его вовремя посадил. Кстати, у Красавчика оказались имя и фамилия. И потом никто уже не боялся доверять ему пару своих лучших лошадей, даже если они были запряжены в зеленый фургон. Но это уже совсем другая история. В 30-х годах бывший галкипер Черного моря, сыщик и главарь банды превратился во всеми уважаемого ведущего журналиста газеты «Экономическая жизнь». Но Евгений настаивал, говоря, что история их жизни в Одессе является прекрасным сюжетом. И книгу об этом должен написать именно Александр. В конце концов, в 1938 году Казачинский сдался и написал повесть «Зеленый фургон», где под именем гимназиста Патрикеева изобразил своего друга Евгения Катаева, а в виде конокрада красавчика самого себя. Александр Казачинский всего на год пережил своего друга. Евгений Катаев погиб в авиакатастрофе в 1942 году, а Казачинского не стало в 1943. Он имер в возрасте 39 лет от различных заболеваний, подорвавших его здоровье. Мы были в том июле так искренне чисты, как далеки метели, как явственны мечты. И было время вдоволь для друга и врага, и были чувства острых, как лезвие клинка. Ты где, июль? Ты где, июль? Какая даль, какая сказка! Не занесет февраль, не занесет февраль Твой буйный зной и бешеные краски. Но вернемся к самому фильму. Авторам картины удалось сохранить своей экранизацией аромат повести, в изящной форме отобразить неспокойную жизнь Одессы 20-х годов и в то же время сохранить юмор, заложенный Казачинским. Сценарист Игорь Шевцов не только передал все интонации Казачинского, но и добавил еще немного романтики, в эту пронизанную духом авантюризма и приключений повести. Игорь Шевцов был близким другом Владимира Высоцкого. Для него в свое время он начинал работу над сценарием «Зеленого фургона». И все же главная удача автора фильма это прекрасно сохраненная атмосфера старой Одессы. Со смешением языков, специфическим говором, исключительно доброжелательными людьми и не важно, грабители они или милиционеры. Ах, черт, опять красавчика упустили. Это не страшно. Все равно рано или поздно. Да? Правда Вы так считаете? Ну, конечно. Конечно, а что? Даже у Желы Холмса бывали неудачи. А кто-то? Кто? Ну, этот Холм. Вы что, Холмса не знаете? Да что же я их всех знаю? Тут есть стильки новых понаборалы. А, может, он в ЧК работает тогда? Какой в ЧК? Он на Бекер-Стрит. Он в Лондоне. Чего? В Лондоне он. Да что же вы, товарищи наши, сразу показали, что вы из Антанты. Ну, товарищи. Ну, ничего, ладно. Это мы организуем. Тактилоскопия, криминалистика, дедукция. Обязательно надо учиться. Более подробно о творчестве Дмитрия Харатьяна мы с вами поговорим в следующей программе. А на сегодня все. Оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»